19 января все православные отметят один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В ночь с четверга на пятницу тысячи людей по всей России погрузятся в проруби с освященной водой. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области выступил с поручением обеспечить комфортные и безопасные крещенские купания. В этом году у нас будет оборудовано 237 купелей. Нам очень важно отработать вопросы комфорта и безопасности жителей и гостей области. Прошу наш коммунальный убор, руководители муниципалитетов, правоохранителей, медицинскую службу обратить на это, как и прежде, персональное внимание. На заседании обсуждений коснулся и вопрос чистой воды. С докладом выступил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Тема чистой воды определена указом президента о повышении качества услуг ЖКХ от 2012 года. Вопрос также находится в приоритете правительства Московской области и глав муниципальных образований. Согласно статистике, на 2013 год чистой питьевой водой не было обеспечено полтора миллиона человек. Уже за 2017 год мы практически 900 тысяч человек обеспечили чистой питьевой водой и должны прийти к 2018 году с 94% обеспечить население чистой питьевой водой. То есть все централизованные системы под основанием Московской области, централизованные системы, должны быть обеспечены чистой питьевой водой на источниках. И, соответственно, если какие-то жалобы жители будут встречаться, это уже работа эксплуатации каждого главного муниципального образования разбираться, что происходит в сетях и эксплуатации сетей снабжения. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году в красной зоне находилось 12 муниципальных образований Московской области. Раменский район в эту дюжину не вошел. За два года из красной зоны было выведено 10 муниципальных образований. В 2017 году оставалось всего два. Мы с этой недели с четверга в крещении начинаем в какой-то этапе включать дома в Орехово-Зуево, чтобы у жителей непосредственно появилась вода. Но, к сожалению, городского округа Рошаев сегодня у нас станции смонтированы, но при этом эксплуатацию не запущены. Поэтому эта задача в ближайшее время запустить станции и, соответственно, дать чистую воду жителям городского округа Рошаев. У нас огромная система водоснабжения. Сергей Владимирович, 84 у нас водоснабжение, если я не ошибаюсь. 84 ВЗУ. И, насколько я понял, насколько я знаю, точнее, в этом году мы планируем сделать и конструировать 3 ВЗУ и строительство станции Железе. Два. 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 В нашем районе есть определенная специфика. Это несколько сотен населенных пунктов, и, как правило, одна скважина может обеспечить 100, 200, 300 человек. Ну, вот такая специфика. 179 скважин. Естественно, основное наше направление – там, где мы можем обеспечить чистой водой население. Андрей Пластунов и Марина Миткевич для программы «Городские вести».